Ребята, привет! Я сейчас нахожусь в Турции, в Анталии. Не думала, что я окажусь в Турции второй раз уже за год, за очень короткий промежуток времени. Была в Стамбуле с 18 по 24 февраля, и 24 февраля началась война России с Украиной. Вы знаете, я не вижу возможным сейчас публиковать что-либо в ТикТоке, в Инстаграме, помимо каких-то новостей и так далее. Сейчас у меня относительно нормальное состояние психологическое, но все эти дни я была буквально просто подавлена. Суть не в том, что я подавлена, а суть в том, что, в принципе, я не тешу себя иллюзиями о моём счастливом блогерском будущем на русскоязычной платформе, потому что в ближайшее время ничего, как было раньше, не будет, и контент мой потерял абсолютно любой смысл вообще в принципе для меня. Сегодня появилась новость, что будут блокировать монетизацию у русскоязычных блогеров, точнее просто выключат YouTube-монетизацию. Не знаю, как будет у меня, суть не в монетизации, но я поняла, что единственная соцсеть, в которой я ещё что-то могу сейчас снимать, это YouTube. Просто потому, что я чувствую, что здесь я могу более чётко и структурированно и многослойно описать своё состояние, чем в коротком ролике в TikTok или в Stories и так далее. Как я и сказала, я сейчас нахожусь в Анталии, вот в такой квартирке, вот такой небольшой рум-тур. Даже в такое время рум-тур никогда не будет лишним. Нахожусь я здесь, потому что я приехала к Никите. Я просто приехала к человеку, который так и не вернулся к себе домой после нашего отпуска в Турцию, после 24-го числа Никита не вернулся к себе домой. План такой, что планы меняются каждые буквально несколько часов, каждый день, поэтому пока что мы находимся в Турции. Да, я просто буквально теку по течению и жду, пока всё закончится. Главное сейчас, все мои мысли с моими родственниками, чтобы всё это просто закончилось. И чтобы я не боялась за их жизни каждую секунду. Разложила вещички, уже немножечко обжелась, приехала только вчера ночью. Вчера ехала в Турцию, летела. У меня была пересадка в Стамбуле, потом я летела в Анталию. И очень много русскоязычных людей, очень много людей с паспортом РФ. Украинцы почти не видела. Ну, я так понимаю, украинцы в основном сейчас бегут в сторону Европы с граничными там государствами. Там Польша, я как знаю, очень много беженцев приняла. Вот. Ну, в общем, очень много русских тоже уехало из России. Я так подозреваю пересидеть, переждать эту непонятную ситуацию. Ну, как непонятную. Вполне понятную, но непонятную для населения, как им быть. А это Никита. Как-то бобёр лежит. Да, я начала снимать влог, Никита. Я буду монтировать это уже, скорее всего, после всего, поэтому... Мы-то чё, мы просто... Проживаем. Да. Бегаем, пытаемся что-то сообразить, мы-то не выживаем. Да. Здравствуйте, житель Турции. Расскажите, пожалуйста, как давно вы в Турции? Намархаба. Намархаба. Живём, курим электронные сигареты из Беларуси и копим деньги на лучшее будущее наших детей. Вот это мы, Никита. Напомните нас такими. Да. Никита выглядит, как какой-то домовёночек, движоночек. Нормально. Мы в отеле, сейчас пойдём за едой, Никита пошёл за сигаретой. Никита курит. Если это смотрит его мама, Никита курит. Наверное, он не сильно обрадуется, что я это рассказываю. Вот такая территория отеля. Какой-то мимолётный прохожий. Русских много? Давай, я тебя поснимаю. Скажи, сколько тоже в Турции? Я в Турции уже 18 февраля. Это сколько уже прошло? Ну, скоро 10 дней будет уже. Уже больше, 18. А, 20 дней. Так, сзади гора. Да, стоит. Пришли в турецкий магазин. Выбираем еду. Здравствуйте, Никита. Что вы выбрали для себя? Я выбрала для себя зелёный чай. Я иду с тележкой. Пацанусь по-натуральному. Никакая постановка. Тоже держу в Starbucks, кстати. 2 евро кофе. Прикинь, ты рассказываешь какие-то серьёзные вещи? Ещё я такой. Мы просто сошли с ума уже, мне кажется. Это да. Ещё взяли безлактозное молоко. Я надеюсь, что это безлактозное. Лактоз-суц. Есть предположение, что безлактозное. Идём дальше. Букетик мне даришь? Спасибо, публика. Очень натурально. Очень, очень натурально. Стоим, кушаем мороженое. Закупились в Мигросе. Кажется, будто метро, но был Мигрос, честно. Мы в Мигросе. Короче. Потратили 600 с чем-то лир. Я ещё весёлая, потому что я ещё не понимаю, сколько. Какая сторона вам понравилась больше? Первая. Шоколадная, да? Угу. Куплю квартиру в вашем доме, реально. Надеется, наверное, что турки начнут понимать русские. А может тут много русскоязычного народа, кстати. Несём картошку. Какой дом белоруса без картошки, правильно, Никита? Да. Красиво тут на самом деле какие-то домики, рельефы, горы. Парни тут ничего ходят. Эй, парень, познакомимся? Давай. Ну что, ребят, распаковка чек. Купили два Несквика. Никита себе взял Несквик с подушечкой, я себе взяла обычный Несквик. Какое-то печенье он ещё взял, Ксяю говорит, вот так выглядит. Ещё взяла панировочные сухари, буду жарить филешку. А где филе? Посмотри, какая тема. Казаха, не нашёл свой кефирчик? Нет. Жарю. Мука для блинчиков. Тут всякий салат, огурцы, яблоки. Невкусный? Ну, обычный. Ну, обычный батон, что-то от него ожидал. С кефиром пойдёт. Обычный. Так, идём дальше, у нас здесь салфетки для дома. Блин, вот думал ли ты, что будешь покупать вещи для дома в Турции в начале 22-го года, блин? Никита всем очень рекомендует данный йогурт-кефир с клубничкой, да? Офигенно. Так, ещё взяли ветчинку, я такую, кстати, ем в Италии. Вот с бутиками. Это мороженые овощи. Сейчас буду суп варить. Чипсы вот Никита себе взял. Никита никак не может наладить отношения с турецкими чипсами. Он всё время берёт кукурузные. А здесь? Он взял вот доритосы. Опять кукурузные. И не помнил, что ему не нравятся кукурузные. Сок. Вот такой вот. Вообще очень трудно, конечно, продукты покупать, потому что ни черта не понятно, что в чём, где, как. Я, например, взяла вот эти булочки. Хоть булочку такую. Я не понимаю, с чем эта булочка. Так, что мы имеем по итогу? Курка. Курица. Курица. Так, у нас тут чай зелёный с ромашкой. Гель для душа. Рис. Всякие кетчупы, майонезы. Я, кстати, купила Монополию. Когда мы зарубимся в Монополию? Ещё буду пробовать соус для пасты от Кнор. Робята. Робята – это острый соус. Купила ещё, кстати, всякие ванилиновые сахарки. Ванилиновые сахарки. Ванильный сахар, разрыхлитель. Потому что хочу блины сделать. Масленица была. Никита так блинов и не поел. Вот сырок тут ещё. А, и какой-то, кстати, суп быстрого приготовления. Будем пробовать. Вроде нужно только вот соус, масло. Это штучка и вода. Я готовлю суп. Я попросила Никиту снять, как я готовлю суп. Ой, сейчас уже вечер. Никита пошёл работать. Он здесь со своей командой. Вот, поэтому они там занимаются своими делами. А я осталась одна. Я уже перекинула часть влога на ноутбук. Есть всё-таки шанс, что я его смонтирую. Вы это видите. Вот, кстати, суп. Остатки супа, которые я готовила. Включила вспышку. Но всё равно выглядит не слишком аппетитно. Я знаю, поверьте, получилось нормально. Но Никите не понравился горох. Я сейчас буду умываться, мыться, собираться. Не собираться. Не знаю, почему собираться. Буду умываться, мыть голову главное. И да. Потом буду готовить. У меня теперь, знаете, жизнь такой типичной домохозяйки. Я полезла за бальзамом для снятия макияжа. Я с собой в этот раз взяла вообще почти все свои любимые средства, чтобы смывать макияж, делать пилинг и так далее. Потому что каждый раз я уезжаю куда-то, делаю ошибку, что не беру это всё. А потом мне приходится на месте покупать. Сейчас я не уверена, что я вообще не безработная. Поэтому мы не можем так рисковать. Что именно я взяла? Умывалку. Крем для глаз. Тоник. Немножечко хотя бы. Но взяла своего тоника для лица, для жирной кожи из Kiko. Крем для лица. Вот такой у меня. Маска для волос. Просто штучная. Короче, этот лосьон для тела я стырила в Рэдисоне и собираюсь его здесь использовать. Также из ухода у меня есть маска для лица ночная. Тоже очень любимая мной. Пилинг Гамаш. Комплимент. Не знаю вообще, у него срок годности, наверное, закончился. Но я решила на всякий случай взять. Потому что он у меня лежал. Подумала, он неплохо работал. Надо брать. Двухфазная смывка в небольшом форматике. Маска для лица. Сейчас покажу, в каком она формате. Вот. Это вот такой стик. И им намазываешь себе на лицо глиняную маску. Вспышка то включается, то включается. Не понимаю. Пилинг The Ordinary. Кислотный. И вот такие вот. Это для волос. Это соляной спрей. Меня вся эта возня с косметикой очень отвлекает. Я, кстати, поэтому сегодня накрашена. Хотя уже всё подсмылось. Уже тон слез. В общем, косметики я с собой набрала, конечно, очень много. Но я считаю, это как арт-терапия. И мне это было необходимо. Ребята, всем доброе утро. Я умылась. Уже переоделась. Сегодня 5 марта. Я поняла, что я перестала считать дни. Сегодня 5 марта. Я уже перекинула на свой ноутбук файлы, которые вот я уже отсняла для влога. Наверное, сейчас прям сяду монтировать. Для начала, кстати, нужно будет разобраться с оплатой Spotify, Adobe Premiere. Spotify, потому что он у меня был прикреплён, видимо, к российской карте. И больше он не оплачивается. А Adobe Premiere, потому что я так давно не снимала влоги, что уже 100 лет не оплачивала Adobe. Но перед этим я хочу вот на этом вот полу сделать какие-нибудь упражнения. Потому что, во-первых, я забросила вообще все свои упражнения. Я только-только начинала делать упражнения на спину, чтобы хоть как-то её поставить. Потому что у меня совершенно не развитые мышцы на спине. Ну, вы понимаете, короче, я никогда не занималась спиной. Вот. Ну и плюс сделаю упражнения на ноги, на попу. Это вообще классика. Они меня успокаивают во все времена. А ещё, во-первых, я взяла с собой, кстати, сумочку от Жени. Джозефины Эмброидери. Вообще, у неё вышли сейчас такие красивые сумки. И мне так жаль, что у меня к ним в ближайшем будущем никакого доступа. Я очень люблю её сумки. Вот. Но не об этом. Я хотела сказать о том, что я с Никитой начала принимать вот эти витаминки. Мы их покупали в Турции. Мы их купили ещё в прошлый приезд. То есть, когда мы ещё были как бы в отпуске здесь. Вот такие таблеточки. Таблеточки витаминки с Q10 и B1. Мне тут на днях сказали, что у меня какое-то очень хорошее настроение. И я на самом деле не по-настоящему переживаю. И просто хайплюсь. Я бы сказала, что, наверное, дело в том, что я просто стрессоустойчивый человек. И в моей жизни было достаточно много ситуаций, когда эта стрессоустойчивость мне пригождалась. Я её натренировывала. У меня есть, например, моей мамы, которая много переезжала. Которая вывозила меня под обстрелами в Югославии. Вообще, в принципе, я мало паникую. У меня не бывает практически состояний паники. Потому что, как только начинается какой-то откровенный обездец, у меня включается какая-то, наоборот, защитная реакция. Я включаю суперхолодную голову. И у меня потом отходники. Вот, скорее всего, после всего, как это закончится. После того, как это закончится, я очень надеюсь, что это будет очень скоро. У меня, скорее всего, пойдут эмоциональные отходники. Я не знаю, сколько они будут длиться. У меня сохранены некоторые видосы для того, чтобы делать тренировки. У меня небольшой плейлист, состоящий из двух видео. В нём у меня есть упражнения на спину и на попу. Это моя одна тренировка. Длится она около получаса. Сейчас звонила мама. Я не знаю, что я вам там говорила до этого. Я проговорила с мамой минут 40, мне кажется. Сейчас пытаюсь разобраться с турецкой стиралкой. Для меня турецкий язык вообще непонятен. То есть я вижу только циферки. Это всё, почему я ориентируюсь. Но ещё есть гугл-переводчик. Вот я им навожу его камерой на это всё и как-то что-то понимаю. Вот это, например, называется смешанное 30 градусов 15 минут. Люди, это запустить. Ну. Да. Всё как-то хотела в Инстаграме это показать. Потом поняла, что вообще как-то не до этого. Ну, в общем, у меня, смотрите, как ногти элегантно отрастают. Очень буду скучать, конечно, по ногтевому сервису в ближайшее время. Потому что, да. Как видите, моему маникюру больше месяца. Сейчас он живенький, но надо уже спиливать начинать. Наверное, сейчас сяду потихоньку за монтаж. Начну монтировать уже первую часть. Вернусь к вам, когда будет происходить, может быть, что-то ещё интересное. Не уверена, что это будет в ближайшее время, но... Ребята, это неожиданное включение вечернее. Прихожу, значит, в номер. Смотрите, кого я тут вижу. Здравствуйте. Вы очень симпопульная булочка. И она пришла сюда не одна. Она пришла к нам в гости вот с ещё одной булочкой. Их тут две. Они уже накормлены. И не хотят никуда уходить. Хочешь со мной здороваться, да? Да, красотки. Как вы знаете, в Турции очень много котиков. И они вот в этом конкретно комплексе прям приходят домой к тебе, просят покушать. Мечтаю, как всё закончится, взять себе кота. После смерти моей кошки Шейди я долго думала, что, наверное, я не готова к ещё одному животному в своей жизни. Но, если честно, смотрю на котиков и думаю, что вообще очень хочется. Как только я буду понимать, где я живу и что у меня плюс-минус стабильное место жительства хотя бы, я обязательно возьму котика. Мы с Никитой позавтракали и опять докапываемся до котов. Собственно, весь влог, наверное, будет состоять из котов. Чего ты его за попу схватил? Держу. Такой у нас райончик. Никит, тебе тут нравится? Да, клё. Горы красивые. Никита всегда мечтал быть в гор. У Никиты мечты сбываются. Я мечтал. Да. Травушка зелёная. Вообще-то так-то весна. И если бы не все события, было бы очень радостно. Боже, чего я хриплю-то? Мы когда шли завтракать, докопались до этой булки. Докопаемся ещё раз. Хотела запротоколировать, как я монтирую влог. Ещё хотела рассказать, что в последнее время достаточно много негатива выливается. Но я сейчас занята тем, чтобы делать хотя бы какой-то уже личный дневник. Даже если вся аудитория от меня отпишется, уже не имеет значения. А это останется с нами в качестве нашего дневника и того, как мы переживаем трудности. У меня, кстати, вчера видео в ТикТоке почти миллион собрало, где я назвала Никиту мужем, полагаю, из-за этого. Ещё какая хата большая. Натюрморт Никита-то приготовил мне капучино. Старается публик. Он стоит возле сушилочки, вещи сам себе стирает, посудку моет. Кстати, посуду надо помыть. Бип-бип. Пока. Да, кстати, классный кадр получится. Как ты любят кричать. Запомните нас такими. Ко мне пришли гости. Оказывается, мистер Никита-то заманил. К нам ещё котов. Ну что, мяу? Этот сам пришёл. Кофе будем? Только коты меня сейчас радуют. Коты и ты. Вот, как будто дверь закрылась. Никита придумал схему, как заманить котика домой. И устраивает дружку из корма. Это работает. Переменная. 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 Переменная? Переменная пауча. Переменная пауча. Вот и Мурка развалилась. Погодка супер, да? Погодка просто супер. Что такое? Чем пахнет плохо? Чем пахнет плохо? Она выпрашивает еду. Что это такое? Ой, я в корм ступаю. Смотри. Это последний кусок филе, который ты сегодня получишь. Ясно? Свинечка маленькая. Вот мы и без еды остались. Все, у нас нечего есть. Нет еды больше, ты все съела. Что такое? Что? Плохо? Чего? Не знаю. Вкусно? Мам, ты видела? Да вкусно.